Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как вернуть интимную активность со своей девушке, чем связано понижение этой активности или этот закономерный процесс? Мне 32 горя, ей 31. Вместе уже 3 горя, на первых порах все было прекрасно. Мы оба подходили друг к другу по половой конституции, много экспериментировали, она старалась быть желанной. Последние полгора как-то все стало утихать, чувство тоже. Мы стали активно общаться, хотя мы активно общаемся, поддерживаем друг друга, но уже без какой-либо искры. Месяца 2 назад был серьезный разговор, который почти привел к расставанию. До этого разговора она стала холодной смесью нами. Отсутствие интимы около месяца и ее всеобщая без инициативности прошло. Складывается впечатление, что для нее это нормальное развитие отношений, она закрыла себе и все для себя решила. Но я на такое не был готов. Мне все так делается на страсть, чувственность и проявление эмоциональности. Все это осложняется тем, что она сама решила уехать за границу на неопределенное время. Общаемся онлайн как будто просто друзья. Неужто единственное радикальное решение это восполнять пробелы со стороны. Ты уже не надеешься на возвращение на круги своя. Далее, далее к вопросу идут ответы на вопросы, которые задавали мои коллеги. Я их тоже зачитаю. Зачитаю я цитаты только, потому что это точно пишет автор вопроса. Сами вопросы я читать не буду. Итак, мы обсуждали то, что она может получать со мной в отношениях как раз после ссоры. После которой она много чего плохого наговорила, вплоть до того, что я ей не нужен, не видит будущего, со мной вообще хочется расстаться. Я признал свои ошибки, а на свои договорились, что если такое произойдет, это будет в последний раз. На вопрос о том, что случилось полгода назад, автор пишет. Я понимаю закономерный процесс, когда долго живет девочка, романтика и стра только лишь вспоминается на начальном этапе. По мнению автора, сыт разногласий в том, что мы якобы разные и по-разному видим отношения. Она хочет строить семейную жизнь, будущее, мне якобы хватает для чудовства сне. Я как раз и видел с ней будущее, может быть я не спешу жениться, расписываться, да и она как-то обмолвалась, что не хочет. Не торопится замуж. До этого она разговаривала с мужем. Дальше. Я пытался вынудить из нее слова. Она все же сдала, сказав, что все копила, не рассказывала, и потому что стало бесполезно, человека не изменить, но всегда можно найти компромисс. Я как-то общался на тему того, чтобы проанализировать отношения в паре, выявить ошибки, исправить их с психологом, потом, потом, после решили обсудить, вроде договорились и применялись, но все равно, как будто ничего не поменялось. Было сразу чувственность, любовь не вернулся. Я не давал ее замуж и не планировал в ближайшее время. Добавлю, что сейчас такой период, что длительная разлука может совсем спустить на нет все стремления держаться за отношениями, тем более, если у нас разные взгляды на текущую геополитическую ситуацию, касательно того, где и как строить общую жизнь. Сейчас меня волнует больше то, как переждать этот период и не ухудшить наши отношения на расстоянии, потому как я по ней вижу, что она ко мне охладела, ей там хорошо без меня, а я все еще пытаюсь, я все еще пытаюсь, не чувствую, мне тяжело, но стараюсь их больше открыто не проявлять, потому как она однажды обмолвилась, что с тобой. Александр, скажу вам честно, многое из того, что я прочитал и ваши ответы на вопросы осталось для меня непонятным. Я на это ваше внимание постараюсь обратить, но есть у меня такое ощущение, что вы либо избегаете этих ответов, либо просто не замешаете, не считаете важным. О чем я хочу поговорить? Я хочу поговорить о том, что интимная активность и желание возможны в случае, когда человек чувствует себя в безопасности, в стабильности. Поскольку вы упомянули разные взгляды на геополитическую ситуацию, вполне вероятно, что девушка просто переживает ее острее и не чувствует себя в безопасности. Следующий момент. Вы пишете, что она развелась с мужем. Если она развелась с мужем, для нее это травма. Для нее это травма. И травма, скорее всего, прожита не была. Модель деструктивного поведения скорректирована не была. И, вероятно, это влияет сейчас на ваши отношения. Как? Спросите вы. Мне казалось, что... Из вашего описания мне показалось, что девушка пыталась вам понравиться. Она пыталась вам понравиться, чтобы вы на ней женились. Как она говорит, судя по тому, что она говорит, что хочет семью и так далее, вот она пыталась вам понравиться. Увидела бесперспективность, почувствовала, что ожидание ее вы не оправдываете. Все. Холодность появилась. Далее. Действительно, страсть уходит. Даже если предположить, что вы все бы давали ей то, что ей нужно, да, женились бы на ней и так далее. Это бы не отменило того факта, что действительно страсть может уйти. Это нормально. Дальше. Когда уходит страсть, остаются другие точки, на которые люди опираются при взаимодействии друг с другом. Отношения становятся спокойнее, более глубокими, более доверительными. То, что вы нуждаете страсть, ну, в зависимости от вашего к этому отношения, является либо вашей чертой характера, и тогда вам эта девочка точно не подходит, либо ваши личностные проблемы. В зависимости от взгляда, к этому нужно так относиться. Считайте проблемой, можно ее решить. Если считаете чертой характера, берите ответственность на себя, признавайте, что девочка вам не подходит. Дальше. Несмотря на то, что девочка говорила, что замуж не торопится, три года срок большой. И вполне вероятно, что в какой-то момент она передумала и захотела замуж. Но вам об этом не сказала. По причине, которую вы назвали. Женщины больше, чем мужчины, нуждаются в стабильности. И у большого количества девушек после уже одного года отношений появляются мысли о том, что если он на мне не женится, значит не воспринимает меня всерьез. А значит с ним нет будущего, значит он там в любой момент, да, уйдет или заведет любовницу и так далее, так далее, так далее. Да, это воспитание, да, это культура, да, это проблема, это можно решать, но многие люди считают, что это выбор, требование. Вот то, что вы не планировали на ней жениться спустя три года отношений, оказывает существенное влияние. Дальше. Вы пишите, вот вопрос вам по поводу того, получает ли она в отношениях с вами то, о чем мечтала. Мы бы обсуждали, пишите вы, после ссоры, вплоть до того, что я не нуден, я признал свои ошибки какие. Что это за ошибки? Что значит вы их признали, признали это как? А на свои какие ошибки, о каких ошибках идет речь? Никто об ошибках не говорит, нет ошибок. Если я кричу и говорю что-то плохое, это не ошибка. Понимаете? Это не ошибка. Это мой способ обратиться с моими чувствами. Да, способ привычный, способ может быть деструктивный, но это не ошибка. Ни с вашей, ни с ее стороны. Ошибка это то, чего не должно быть. В данном случае об этом речи не идет. Дальше. Что случилось полгода назад? Я так понимаю закономерный процесс, когда долго живет девочка, романтика, сразу только лишь меняется на желание митабе. Это не ответ. Конкретнее. Что случилось полгода назад? Что-то накапливалось? Да? О чем-то вы не говорили. Что-то игнорировалось с вами, ей. Это говорит об уровне доверия? Это говорит о количестве ваших и её переживаний, которыми вы взаимодействуете друг с другом. Понимаете? Дальше. Вы пишете. Мы разные и по-разному видим отношения. Она хочет устроить семейную жизнь, мне якобы хватает для чудовства. Я как раз видел с ней будущее, может быть, я не спешу жениться и расписываться. Но она, может быть, тоже не хочет, она торопится замуж. Смотрите, а как вы у себя совмещаете эти две противоположные позиции, что вы видите с ней будущее, но жениться не торопитесь? Как вы это совмещаете? Ну, как это укладывается в целом в вашу позицию? Типа, да, я с тобой будущее вижу, но я на тебе сейчас жениться не хочу. А как тогда проявляется, что вы видите в ней будущее? Вот с ней. Дальше. Семейная жизнь, будущее, это не про страсть. Это не про эмоциональность. Это про попытку проконтролировать и защитить себя. То есть, иными словами, к страсти больше предостолочен человек, которым живет настоящим. Если девочка настоящим не живет, да и не только девочка, любой человек, если человек настоящим не живет, к страсти у него будет куда больше, куда меньше предостоложен. Дальше. Так, что нужно ей на вопрос, что нужно ей? Да, это все обсуждали, пишите вы. Я пытался вынудить из нее слова, она все же дала, сказав, что все копила в себе, не рассказывала, потому что считалось, что бесполезно человека не изменить, но вы всегда можете найти компромисс, если есть желание продолжать отношения. И вы не говорите о том, что ей нужно здесь, а как будто бы оправдываетесь, и как будто бы объясняет. Объяснять и оправдываться не нужно, потому что, первое, вас никто не обвиняет. Второе, объяснения здесь не нужны. Важно, чтобы вы сформулировали то, что нужно ей, и свой отклик на это. То есть, как мне откликается то, что тебе нужно. Дальше. Так, вот вы пишите, я общался на тему гармонизации отношений с психологом. И как, и что, какой результат, эффект, непонятно. Сколько раз вы общались, тоже не ясно. Видите ли вы в себе проблему, готовы ли вы меняться, не ясно. А после решили обсудить, что обсудить, с кем, с девушкой обсудить решили. Вроде договорились и примерились, но все равно ничего не поменялось так правильно. Потому что вы как оставались в поле рациональном, так в нем и остаетесь. Потому что ничего не меняется. Эмоциями-то вы не взаимодействуете, своими сердцами-то вы не перекликаетесь друг с другом. Откуда страсть-то взялся? Вот. Дальше. Значит, вы пишите. Вы пишите следующее. Сейчас меня волнует больше то, как переждаться этот период. А что значит переждать? То есть спрятать голову в песок, как будто бы ничего не происходит? Что значит переждать? Понимаете, в непростом периоде люди проверяются и показывают свое настоящее лицо. Если в непростом периоде вы не смогли быть вместе, то, скорее всего, ваши отношения недостаточно крепкие и недостаточно зрелые, чтобы развиваться дальше. Поэтому, переожидая, вы не делаете лучше ни себе, ни ей. Чтобы не ухудшить отношения, на мой взгляд, ну, это просто делиться с девушкой тем, что вы чувствуете, тем, что с вами происходит и тем, что вы для нее хотите. Вы пишите. Я стараюсь свои чувства открыто не проявлять, потому что она однажды обмолвалась, что с тобой. Честно, смысл этой фразы я не понял. Ну, спросила она, что с вами, и что здесь такого? Что послужило поводом для того, чтобы вы перестали из-за этого открытворожать свои чувства? Не ясно. Дальше, вы пишите. Мне тяжело, я питаю к ней чувства. Смотрите, смотрите. Питать чувства к человеку, именно чувства, означает чего-то для него хотеть. А тяжело вам может быть от того, что вы в ней нуждаетесь. Вот, только не нужно здесь путать любовь к человеку и нуждаемость к нему. Это разные вещи. Смейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Вам не сексолог нужен. А вам нужен психолог, чтобы разобраться в себе. Это первое. Дальше. Вам не сексолог нужен. А вам нужен семейный психолог, чтобы скорректировать отношения с вашей девушкой. Понимаете? Вот и все. И не факт, что в процессе психотерапии вы или она все так же будете хотеть быть друг другом. Я бы сказал, что примерно 40% людей, проходящих психотерапию, приходят к тому, чтобы расстаться. Потому что люди начинают видеть себя, замечать себя. И видеть, что выбор их был неверен. Если вы ко всему этому готовы, обращайтесь. Но только обращайтесь не с целью что-то у девушки вернуть, а с целью в себе что-то поменять. Не для кого-то, не для девушки, а для себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Обращайтесь.